Привет всем, кому интересен ремонт. Сегодня у нас Chevrolet Cruze 2010 года с двухлитровым дизелем. Они работают у нас кондиционер. Давайте сейчас заедем в мастерскую и уже все подробно я вам расскажу. Подробности у нас заключаются в следующем. Пару недель назад эта машина приехала сюда для заправки кондиционера. В этом случае я сразу предупреждаю, когда клиент приезжает и просит меня закачать газ, я сразу говорю, что я не даю никакой гарантии, что кондиционер вообще в принципе будет работать. Потому что очень часто клиенты считают, что единственная причина, по которой может не работать кондиционер, это недостаточное количество газа или полное его отсутствие. В этом случае я, конечно же, сразу клиента об этом предупреждаю. Так получилось в этот раз. Заправили газ, а кондиционер не заработал. После этого только клиент сказал, давай разгуливать, давай разбираться в чем дело. Я разобрался, разобрался достаточно быстро. Это сам компрессор. Почему я так решил? Потому что сцепление компрессора срабатывает, компрессор начинает качать газ, а вот трубки, по которым идет газ, продолжают оставаться холодными. Единственное, что в этом случае может быть, это сам компрессор. Кто-то может сказать, а может быть еще клапан, а может еще модуль управления. В принципе, такие поломки бывают. Но в этом случае напряжение не шло бы на компрессор. Потому что у компрессора фактически два положения, включено и выключено. И если сцепление срабатывает, он должен холодить. Если он не холодит, значит компрессор кердык. Вот так. Поэтому был заказан компрессор. Компрессор пришел. Он в машине сейчас находится. Ящик еще закрытый. Я хочу его открыть при вас. Чтобы и вы тоже насладились этим зрелищем. Посмотрим, подходит или не подходит. Я надеюсь, он точно такой же. Ну и все, в принципе, все понятно. Вперед, руки, как говорят, в дело. Поехали. Выкачаем газ, который мы, как я сказал, две недели назад накачали. Ну, пока то, что я вижу, внушает оптимизм. Компрессор стоит достаточно удобно. Единственное, что вот этот шланг мы сейчас снимем с интеркулера, чтобы у нас был доступ к верхним болтам компрессора. А так, в принципе, достаточно неплохо. Ну, если с вот этими болтами у нас все понятно, сверху, в задней части компрессора я его тоже нащупаю. То, вот тот, который с обратной стороны, ну, достаточно тяжело его даже нащупать. Что же я здесь придумал? А вот что? Вот через здесь я вижу тот самый болт. Не очень хорошо, не очень удобно, но это вариант. Поэтому через карданчик длинным удлинителем я на него накидываюсь и пробую открутить. Пошел? Пошел. Отлично. Главное, чтобы это был тот болтик, который нам нужен, а не первый попавшийся, который я увидел. Ну, вот теперь мы можем его эффективно сравнить. Ну, вот здесь мы видим. В комплекте также пришли прокладки, ну что давайте посмотрим, чуть-чуть у нас не в ту сторону смотрит, но это как вы понимаете не самое страшное, здесь у нас выкрутить болт, крутить шпильку, это все ясно, выкрутится шпилька, снимется вот эта вот хрень ну а так в принципе все похоже у нас все остальные шпилька, но мы все остальные и это по какому это сколько какого-то и то Новые прохватки Накинем ремень Пластик я здесь поставлю Видео не буду уже об них делать И качаем газ Попробуем сделать вакуум Так как компрессор у нас пустой Надо будет обязательно кроме газа залить масло Условия обязательно обсуждению не подлежит Иначе со временем очень быстро придет кирдык к компрессору Самая длинная процедура это делать вакуум И ждать пока он сделает тест на герметичный Почти заканчиваем тест Я делаю только по высокому давлению У меня здесь давление в минусе То есть наверняка мне сейчас покажет тест утечки позитивный Раз, два, три Ну вот Пиши С вакуумом закончено Тест позитивный Что и следовало доказать Так, теперь мы закачиваем У нас здесь идет 650 грамм Хладагента И сейчас я посмотрю сколько сюда идет масла На компрессоре написано 175 грамм масла И так И 650 грамм газа Поехали Закачивается Быстрее всего Раз Готово Готово У нас крышечки Ну что, давайте залезем в машину Проверим Проверим Холодит или не холодит Так, видно, не видно Температура у нас 27,4 Проверим Вашенье Сюда Будем наблюдать Или сюда Пробуем Компрессор Щелкнул Включился Это хорошо Пошло на автомате Да Чувствуется все Сейчас покажу Проверим Ну он продолжает Охлаждать Температура продолжает Падать Я думаю этого достаточно Чтобы понимать Что Все что мы планировали У нас получилось Аж холодно Сейчас показывают 7,3 Ну наверняка еще Что-то где-то упадет Все что мы планировали Все получилось Видео Получилось Коротенькое Ну я думаю Если кто-то столкнется С демонтажем компрессора Это видео будет ему в помощь На этом все Подписывайтесь на канал Адрес кому надо В описании Всем спасибо Всем удачи Пока Пока Подписывайтесь на канал